Арзен Байнал Батович 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 Добрый день, друзья! В эфире кафедра лекция на абхазском телевидении. Гость нашей программы сегодня аспирант Высшей школы экономики, руководитель молодежной организации Российской Федерации на саммите Большой Восьмерки и Большой Двадцатки Арцинба Инал Батович. Добро пожаловать! Спасибо! Друзья, мне по-человечески очень приятно быть сегодня с Вами. Приходится выступать на разных площадках, но на родной земле я первый раз выступаю. Спасибо всем, что пришли. Я знаю, что у Вас интенсивный процесс обучения. Надеюсь наполнить этот промежуток времени качественным содержанием. Прежде всего хотел сказать, что надеюсь на диалог сегодня, надеюсь на заинтересованный обмен мнениями по самому широкому кругу политических, экономических вопросов, которые сегодня волнуют международное общество, Вас волнует, волнует общество Абхазии. Это вопросы международного экономического развития, вопросы мировой политики, вопросы развития экономики Абхазии. Я надеюсь, что мы сегодня такую обзорную лекцию проведем. Друзья, логика и структура сегодняшней лекции заключается в том, что в самом начале мы поговорим о современной международной обстановке, о современной международной экономической и политической обстановке. Затем обратимся к основным так называемым институтам глобального управления. И затем поговорим о национальных центрах силы, то есть это центры силы, которые представляют собой страны. И затем поговорим про нашу любимую Абхазию. Вы мне расскажете, что вам нравится, что вам не нравится. Обсудим экономические проблемы, проблемы социального развития и многое другое. Первый слайд – это основные тенденции развития мировой экономики и международных отношений. В нашем университете, в высшей школе экономики, есть декан нашего факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Александрович Караганов. Может быть, кто-то из вас читает его. Он предлагает некоторые тенденции развития мировой экономики и международных отношений. Это очень интересная тема, которая позволит нам обозначить контекст, в котором мы сегодня с вами живем и вообще, куда мы плывем. Во-первых, это слабая управляемость. Здесь у нас присутствуют сотрудники Министерства иностранных дел, которые хорошо знают, что современная мировая политика отличается низкой степенью управляемости. Но в международной политической науке, в принципе, всегда говорится о том, что мир никогда не был управляемым. Это, конечно, всегда был некий хаос. Но сегодняшняя ситуация отличается тем, что этот хаос какой-то беспрецедентный. Подключаются неправительственные организации к международной системе. Взаимодействие между странами усложняется. Усложняется взаимодействие между двумя и более странами. Формируется международное объединение. И в этом смысле существует некая слабая управляемость. Также хотел бы обратить ваше внимание, что существуют конкретные фактологические примеры того, что мир слабо управляем. Прежде всего, это сирийский кризис. Вы прекрасно знаете, что ситуация в Сирии очень тревожная. Тревожная для всех, для всего мира. И здесь Россия прикладывает максимум усилий для того, чтобы ситуацию разрешить дипломатическим способом. А существует проблема, к примеру, деградации Пакистана, как вообще государства. Пакистан – это обладатель ядерного оружия, к сожалению. Но Пакистан сегодня вообще находится в аварийном состоянии. И если ядерное оружие попадет в руки к террористам, то мы столкнемся вообще с ядерным терроризмом. Это вообще самое, наверное, ужасное, что может быть, кроме падения метеоритов на Землю. Вторая очень важная тенденция общая – это перераспределение политической и экономической силы. Это тоже очень интересно. Существуют у нас, как вы знаете, развитые страны и развивающиеся страны. И сегодня экономическая сила и политическая сила перераспределяются от развитых стран к развивающимся. Вот, например, в начале 2000-х годов примерно 20% мирового ВВП формировали страны развивающиеся. Сегодня это уже больше половины. Больше половины. И этот процесс продолжается. Развивающиеся страны – это, условно говоря, это Россия, это Бразилия, это Индия, это Южноафриканская республика. Эти страны, Южноафриканская республика и многие другие страны, которые сегодня получают механизмы управления и доступ к международным организациям, доступ к международным политическим и экономическим процессам. Еще одна важная тенденция – это глобальные дисбалансы. Сущность этой тенденции заключается в том, что после глобального кризиса мировая экономика функционирует с большими дисбалансами. Вообще было странно, что экономика может развиваться с такими огромными дисбалансами. Какие это дисбалансы? Во-первых, это дисбаланс торговли, например, это торговые профициты у развитых стран и у развивающихся стран, и торговые дефициты у развитых стран. То есть у развивающихся стран более благоприятное экономическое положение в целом. Второй важный дисбаланс – это дисбаланс бюджетов. Очень важная тема. Естественно, бюджетные дефициты наблюдаются у развивающихся стран и бюджетные профициты у развитых. Вы прекрасно знаете, какая сегодня ситуация в Соединенных Штатах Америки. Государственный долг превысил 100% ВВП, то есть более 17 триллионов долларов. Это очень важная проблема. Еще один дисбаланс очень важный – это дисбаланс сбережений. Высокая норма сбережений у развивающихся стран и, наоборот, низкая норма сбережений у развитых стран. То есть развитые страны сберегают меньше, тратят деньги, у них формируются бюджетные дефициты, они увеличивают уровень государственного долга, и в целом макроэкономическая ситуация ухудшается. Ухудшается поле макроэкономического маневра. Люди, которые принимают решение, они его принимают в условиях сокращения поля макроэкономического маневра. То есть есть бюджетный дефицит, есть государственные долги, и сложно принимать решение. И вот последняя тенденция, она очень такая новая, она очень актуальна. Это ренационализация политики. Как вы знаете, в эпоху глобализации политика ушла на уровень международных организаций. Это Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций. А в последнее время, последние 3-4 года, в том числе из-за кризиса, политика вернулась на уровень государств. И государства сегодня формируют основные направления. Это характерно, кстати, для так называемой Вестфальской системы международных отношений. Вот эту тенденцию мы рассмотрели. Это тенденция возврата политики на уровень национальных государств. Вот это очень важная тенденция. А, виды международных объединений. Вот мы уже переходим на уровень международных институтов глобального управления. Есть международные у нас организации. Это очень важный вид. Интеграционные группировки и неформальные объединения. В чем разница? Международные организации отличаются тем, что у них есть юридическая основа, устав. Например, устав Организации Объединенных Наций. Интеграционные группировки это немножко другое. Интеграционные группировки отличаются тем, что они предполагают наступление стадии интеграции. Вы же знаете о существовании Европейского Союза. Это интеграционная группировка, и уж международной организацией ее называть нельзя. Неформальные объединения. Вы понимаете примерно, что это? Неофициальные, да. То есть это Большая Восьмерка, Большая Двадцатка, БРИКС и многие другие объединения. Как раз вот чем мы с коллегами занимаемся. То есть это основные виды международных объединений. Организация Объединенных Наций это основная международная организация, которая сегодня существует. Она была создана по итогам Второй мировой войны и как раз закрепила тот статус-кво, который имел место в то время. Важно отметить, что существует устав Организации Объединенных Наций, и основная цель ООН заключается в предотвращении глобальных конфликтов в будущем. Можем ли мы сказать, что ООН справилась с основной задачей своей? Наверное, частично, потому что нет у нас мировой войны, но в то же время существуют локальные конфликты, как, к примеру, сирийский конфликт. И вообще то, что происходит на Ближнем Востоке, вы сами видите, это, конечно, весьма негативные проявления. Основные органы ООН это Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и Секретариат. Ну, Генеральная Ассамблея это основной политический орган. Членами Генассамблеи являются 193 страны, которые параллельно являются членами ООН. Совет Безопасности это более эксклюзивный такой орган. Туда входят 5 стран, это Россия, в качестве именно постоянных членов. В Совете Безопасности есть 5 постоянных членов и 10 непостоянных. Постоянные члены это Россия, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Франция, Великобритания. Они постоянные члены, их 10, их достаточно много и они меняются. Ну, сегодня, например, Азербайджан. Непостоянный член Совета Безопасности. Потом Азербайджан этот статус потеряет, а затем может опять приобрести. Очень важный орган секретарят. И, кстати, вот для Абхазии я бы сказал, очень важный орган. Секретарят это, в общем-то, основной операционный орган Организации Объединенных Наций. Представляете, 50 тысяч человек работает в секретаряте ООН. И очень важно вот с этими людьми взаимодействовать, очень важно с ними дружить, поскольку они, в общем-то, определяют политику Организации Объединенных Наций. Они оказывают такое интеллектуальное воздействие на то, как ООН работает, потому что они не просто организуют мероприятия, но еще и занимаются аналитической работой, оказывают интеллектуальное воздействие на то, как ООН работает. И поэтому очень важно, конечно, взаимодействовать с этими людьми. Очень важно подчеркнуть, что штаб-квартира секретарята находится, естественно, в Нью-Йорке. И вообще штаб-квартира всей организации. И руководителем секретарята, и генеральным секретарем является известный вам Пан Гимун. Еще очень важно отметить, что существуют Бреттон-Вудские институты, они тоже были созданы по итогам Второй мировой войны, это Международный валютный фонд и Всемирный банк. Самые важные вещи скажу, после кризиса очень сильно изменилась ситуация и вообще логика и ход глобального финансово-экономического кризиса дает ясное представление о том, что вообще настала и назрела необходимость реформировать эти институты, имею ввиду МВФ и Всемирный банк. Сегодня сложилась такая ситуация, что роль страны в мировой экономике, с одной стороны, и степень ее влияния в этих институтах, они не соответствуют. Вот, например, Китайская Народная Республика, одна из мощнейших экономик мира, которой в МВФ, у нее голос практически не слышен. И вот этот дисбаланс, он имеет очень большое значение и, конечно, его надо преодолевать. Очень важная тема формула расчета квот МВФ, это как раз элемент несправедливого устройства мира. Формула состоит из четырех основных параметров, не буду углубляться, там есть у каждого параметра веса. И как раз от этой формулы зависит, сколько у страны голосов в Международном валютном фонде. И вот эта формула устроена таким образом, что развивающиеся страны, Россия, Бразилия, они не могут иметь много голосов в МВФ из-за того, что формула устроена таким образом. То есть те параметры, которые у развивающихся стран в хорошем состоянии, их роль здесь занижена. Вот, например, международные резервы, золотовалютные резервы, у каждой страны есть, кроме Абхазии, по-моему. Вот, золотовалютные резервы, это очень важная вещь. Например, 5% всего лишь в формуле эти золотовалютные резервы, потому что их мало у развитых стран, этих резервов. На первом месте по золотовалютным резервам находится Китайская Народная Республика. Россия на пятом месте, 600 миллиардов долларов. А Соединенные Штаты Америки на 18-м. И поэтому роль этого параметра в формуле занижена. И получается так, что доля голосов у развивающихся стран маленькая. Но в 2010 году была проведена реформа этой формулы, но она до сих пор, эта реформа, она фактически не вступила в силу, потому что некоторые страны ее не ратифицировали. Угадайте, какая страна не ратифицировала? Соединенные Штаты Америки, правильно. Вот это очень интересная тема, региональное измерение глобализации, интеграционной группировки. Вы знаете, что основная интеграционная группировка сегодня это Европейский Союз, безусловно, который объединяет 28 стран. И существует некоторое противоречие между глобализацией и регионализацией. Глобализация это что? Это придание чему-то глобального характера. А в то же время существует процесс регионализации, то есть объединение стран по географическому признаку, не по какому-то глобальному признаку. Это очень важно отметить. Давайте поговорим про неформальные механизмы. Это восьмерка, двадцатка, БРИКС. Если у вас будут вопросы, я вам расскажу поподробнее про кулуары, какие-то интересные вещи. Но в целом восьмерка это такой достаточно закрытый механизм. Вы понимаете, какие страны в восьмерку входят? Это развитые страны и Россия. Финансовая семерка и Россия. И здесь Россия постоянно сталкивается с тем, что представляет интересы развивающегося мира, а семь мест в большой восьмерке занимают развитые страны. И, например, недавно саммит большой восьмерки прошел в Великобритании, где была встреча президента Путина и Обамы, где обсуждался сирийский кризис. И как раз вот эти вещи показывают, что сегодня восьмерка не столь эффективна. А вот двадцатка, которая проходила недавно, она сейчас просто процветает. Потому что двадцатка занимается вопросами финансово-экономическими, технические вопросы, а восьмерка занимается в целом вопросами международной безопасности. Это очень важно отметить. И БРИКС. БРИКС это группа быстро развивающихся стран. Сюда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай. И пятая страна какая? Кто знает? Нет. Южная Африка. Южная Африка. Солвая Африка, да. БРИКС это такое новое объединение, очень важное объединение. И вообще вот я бы порекомендовал заниматься группой БРИКС, тем, кто занимается международной политической наукой. Сегодня БРИКС это примерно 26% мирового ВВП, если считать по паритету покупательной способности. БРИКС это примерно 27% территории земли. БРИКС это 42% населения мира. Ну, за счет Китая и Индии, конечно. Ну и молодежная двадцатка, молодежная восьмерка. Мы с коллегами занимаемся вот этими саммитами. Они проходят параллельно, они проходят в том же месте, в то же время. Очень интересно, конечно, общаться с нашими международными коллегами. Обсуждаем разные вопросы. Результаты всегда разные. Молодежная двадцатка проходила в Петербурге. Молодежная восьмерка проходила в Лондоне. Это все проходило в июне. Ну, молодежная двадцатка прошла, мне кажется, гораздо более продуктивно. Мы предложили разные реформы, в том числе то, о чем мы говорили раньше. Мы предложили реформу МВФ, мы предложили реформу Всемирного банка и многие другие вещи, которые, как нам представляется, способствовали бы формированию более вообще справедливого мира, который сегодня, к сожалению, изобилует дисбалансами. А на восьмерке мы обсуждали Сирию, обсуждали возможности выхода из сирийского кризиса. Здесь мы с американским коллегой предложили идею коридора безопасности, идею формирования миротворческого комитета, который бы функционировал при лидирующей роли России и Соединенных Штатов Америки. В общем-то, в том или ином виде что-то подобное уже происходит. Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Китай, Россия – это основные центры силы в мире. Вы знаете, друзья, да, что в Америке сейчас шатдаун. Дело в том, что, вы представляете, люди в Вашингтоне, в Вашингтоне, представляете, как люди живут? Хорошо живут, чиновники получают заработную плату, но настал момент совсем недавно, когда перестали им деньги платить. Это связано с тем, что до 1 октября Конгресс США не принял федеральный бюджет. Почему 1 октября? Потому что финансовый год США начинается 1 октября. В Абхазии это 1 января, наверное, да, как в России. 1 января, начало финансового года. Не приняли бюджет, из-за этого большинство чиновников ушли во временный отпуск. Ушли во временный отпуск. И причина всего этого – это реформа здравоохранения, которую предлагает президент Обама. Новый бюджет, который не приняли, он предусматривает продолжение финансирования реформы здравоохранения. Реформа здравоохранения – это такая структурная вещь, это основной вообще проект Барака Обамы, внутриполитический. И он за него, конечно, будет держаться до самого конца. Еще важно отметить, что вот эта проблема, которая сейчас уже решается постепенно, ее причина заключается в электоральных предпочтениях американских граждан. Вот в 2010 году прошли выборы, на которых демократы выступили неуверенно. Обама – демократ. А в 2012 году опять неуверенно выступили демократы. И вот получается так, что в Конгрессе США большинство в Палате представителей у республиканцев. Республиканцы – это оппоненты демократов. И они просто блокируют предложение президента Обамы. А вообще успех президента США – это всегда успешное взаимодействие с Конгрессом, которое сейчас немножко нарушено. В Соединенных Штатах Америки сегодня огромный государственный долг, как мы уже говорили. Огромная безработица – 11-10%. Во времена кризиса, например, в автомобильных штатах безработица доходила до 17%, сейчас уже меньше. Но инфляция зато сдерживается в приемлемых для обеспечения экономического роста рамках. Ну, несмотря ни на что, вот Соединенные Штаты Америки, конечно, остаются лидером. Лидером мировой экономики. У Соединенных Штатов мировая валюта в руках. С точки зрения финансового, это очень мощная страна. И, конечно, США лидер по традиционным вооружениям. Традиционные вооружения – это танки, автоматы, пистолеты. А вот по ядерному оружию наблюдается паритет у Соединенных Штатов Америки и у России примерно одинаково. Ну, условный паритет ядерного оружия. Вот, например, стратегических ядерных боеголовок у Соединенных Штатов 1950, а у России 2430, то есть больше. И, таким образом, вот эта пропорция как раз лежит в основе многих процессов, которые проходят сегодня в российско-американских отношениях. И, кстати, Россия и США – это единственные две страны в мире, у которых есть ядерная триада. Это межконтинентальные баллистические ракеты, ядерные авианосные группы и атомные подводные лодки. То есть ядерное оружие в воздухе, в воде и на земле. Европейский Союз, ну, честно говоря, не очень хочется говорить про Европейский Союз. Ну, 28 стран он объединяет, и Европейский Союз раздирают проблемы постоянно, потому что вот богатые и бедные и ленивые под одной крышей. И получается от этого проблемы... А, кстати, вот основная проблема заключается в том, что в 1994 году Европейский Союз, точнее, с 1994 года расширился на 16 стран. Представляете, на восток. И все там, и богатые, и бедные, и с большой, и безработицей, и с маленькой. И проблема как раз в том, что разные страны. Китай. Китай тоже остается важным центром сосредоточения экономической и политической силы. Китайская экономика росла последние 10 лет примерно на 10%. Такого роста не было нигде. Кстати, в Абхазии был больше рост, но в Абхазии рост, он меньшего качества, да? А в Китае качество неплохое. Несмотря на это, в Китае есть большие проблемы. Это перенаселенность. Вы знаете, что в Китае ограничивают рождаемость. Это территориальные диспропорции экономического развития. Ну, это на самом деле просто. Восточное побережье Китая развито, а все остальное не очень. Там в центре и на западе не очень. Вот восток, такие города, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, они очень хорошо развиты. А вот все, что западнее, там и с безопасностью, кстати, проблемы. Есть проблема уйгурского терроризма, есть проблема восстаний в Тибете. И многие другие проблемы, связанные с национальной безопасностью. Россия. Россия тоже остается и усиливает свои позиции в качестве центра силы. Российская Федерация сегодня единственная страна в мире, которая является членом всех институтов глобального управления. Такой страны больше в мире нет. Это, я имею в виду, то обстоятельство, что Российская Федерация постоянный член Совета безопасности, член Большой Восьмерки, Большой Двадцатки и БРИКС. Вот этого набора нет больше ни у одной страны в мире. Однако экономика Российской Федерации сейчас она немножко просела, но в целом развивается неплохо. К концу 2013 года темп роста ВВП будет примерно 1,7%. Это не очень много, но экономика постепенно восстанавливается. Инфляция в России примерно 5% и безработица 5-6%. Это очень хорошо, это очень мало. 5-6%. Федеральный бюджет – это важная тема. Вот когда мы с вами, друзья, праздновали День Победы 30 сентября, в Государственную Думу привезли огромные ящики, и там было 10 тысяч страниц бюджета, федерального бюджета на 2014-2016 годы. Это очень важный документ, который в будущем будет определять то, как российская экономика будет развиваться. И будем надеяться, что она хорошо будет развиваться, потому что это, конечно, очень важно для Абхазии. Федеральный бюджет, он достаточно сбалансированный, предусматривает небольшой бюджетный дефицит. И важно отметить, что все социальные обязательства российского государства, они исполняются. Это очень важно. Мы пришли к Абхазии. После войны, после распада Советского Союза, конечно, очень сложное положение было в Абхазии. Но вы знаете, что 90-е годы прошли под знаком очень сложных преобразований. Затем уже в 2000-е годы, и в том числе благодаря международной конъюнктуре и конъюнктуре в регионе кавказском, экономика Абхазии постепенно начала расти. Вот есть ли в Абхазии рыночная экономика? Ну, наверное, утвердительный вопрос на это сложно дать. Рыночная экономика не определяется тем, что у нас есть сухумский рынок. Это другие у нас критерии. И, кстати, главный критерий – это наличие частной собственности. Если в стране есть частная собственность, то мы можем говорить, что в стране рыночная экономика. У нас в Абхазии есть частная собственность, но с институциональной точки зрения у нас есть некоторые проблемы. Не всегда понятно, кому что принадлежит. И поэтому сложно. Это все не очень хорошо. И, кстати, вот институциональная отсталость. Что такое институциональная отсталость? Это низкая степень развития судебной системы. Судебная система в Абхазии, мне кажется, в аварийном состоянии находится. Это очень важная проблема, потому что если человек или предприниматель не знает, что его может защитить суд, то он лишний раз ничего не будет создавать. Предприятие не будет проявлять деловую активность. И очень важно эти проблемы решать. Есть проблемы правоприменительной практики, она достаточно скудная. Есть проблемы с административными барьерами. Вот мои друзья, они предприниматели, они постоянно сталкиваются с какими-то барьерами. Вот этот график мы с коллегами построили, он очень простой. Это просто динамика бюджета. Видите, как бюджет растет быстро? Это очень, на самом деле, хорошо, потому что в послевоенных странах именно бюджет и государственная политика должны определять основные направления развития. Потому что частные предприниматели, они еще не оклемались от всего того, что произошло. И то, что бюджет рос, и то, что бюджет увеличивался быстро, это очень хорошо. Хотя тех средств, которые сегодня есть, у нас их, конечно, пока недостаточно для того, чтобы преодолеть все инфраструктурные проблемы, которые возникли после войны. Вот это очень интересная вещь. Видите, вы же знаете, что экономика формируется как совокупность первичного сектора, вторичного сектора и третичного сектора. Первичный сектор – это сельское хозяйство, вторичный – это промышленность, третичный – это услуги. И вот в экономике Абхазии 65% формируется третичным сектором. Это как в развитых странах, на самом деле. Как в Люксембурге и в других странах. Но, конечно, важно подчеркнуть, что третичный сектор Абхазии отличается низкой степенью развития, низкой степенью технологичности. Это важная проблема. А, вот это очень интересная тема. Видите, среднее значение по основным экономическим показателям. Здесь можно понять, насколько разные районы нашей страны, развитые по-разному. Видите, город Сухум и Сухумский район 45% формируют в среднем значении по основным экономическим показателям. Основные экономические показатели – это население, уровень промышленного производства и так далее. И вот наш Гальский район, он, конечно, Кулер-Рыбшский – это так уже почти депрессивный район. Проблемы социально-экономического развития. Ну, я выделил, это дискуссионная вещь, я надеюсь, что вы будете со мной спорить. Проблемы малого и среднего бизнеса в Абхазии очень мне представляются острыми. Демографическая проблема, она не новая, и современная демографическая ситуация, она, конечно, не соответствует тем задачам, перед которыми сегодня стоит Абхазия. Очень низкий уровень… Так у меня критично получается пока. Очень низкий уровень развития инноваций. А это все, конечно же, из-за низкого уровня развития технических наук. Инженеров у нас мало. Вот дивергенция доходов – это социальная дифференциация. То есть у нас есть богатые, есть бедные, ну, это не такая острая проблема, но все равно она имеет место. Это разная степень развития регионов, территорий, мы об этом говорили. И, конечно, нужна вот для того, чтобы преодолеть эти проблемы, нужна более продуманная политика выравнивания бюджетной обеспеченности наших районов. Это, во-первых. И, во-вторых, нужно больше, конечно, поддерживать институты гражданского общества, институты малого и среднего бизнеса в районах. И вот последняя проблема, она связана с тем, что, как мне представляется, вот в Абхазии очень низкая степень развития взаимодействия между органами государственной власти и экспертным сообществом. Все-таки нужно создавать практику ситуационных анализов, вот как в России. Нужно создавать механизмы доставки до государственных чиновников под квалифицированных оценок, которые должны, вот чиновники, конечно, должны с разных сторон смотреть на ситуацию, потому что очень часто во многих странах мира чиновники просто варятся в собственном соку и не могут посмотреть на проблему с других ракурсов. Стратегия развития. Ну, все эти проблемы, они, конечно, решаемы, и сегодня, сегодня проходит и проводится политика, которая, мы будем надеяться, приведет к разрешению всех этих дисбалансов. И мне представляется, что очень важно для решения всех этих проблем разработать долгосрочную стратегию развития. Она, по-моему, в работе, если я не ошибаюсь, она в работе, и это очень хорошо, что она в работе, потому что для того, чтобы государство развивалось устойчиво, конечно же, нужно обозначить какие-то цели и механизмы их достижения, какие-то долгосрочные цели. И здесь можно воспользоваться опытом Российской Федерации, которая разработала концепцию долгосрочного развития. Это так называемая стратегия 2020. Вот наш университет принимал участие в разработке. И, кстати, после этого мы запустили молодежную стратегию 2020, в рамках которой уже молодые ученые высказывают свое мнение по поводу того, как должна развиваться Россия, и предлагают собственные пути, вот самое главное, собственные пути решения проблем социально-экономического развития Российской Федерации. Тут мы перешли к взаимодействию между Россией и Абхазией. Ну, я скажу только то, что сегодня отношения между Россией и Абхазией характеризуются стратегическим партнерством, формируется функциональный механизм. Вот международники знают, что есть такая теория функционализма, которая предусматривает сотрудничество стран по конкретным направлениям. И вот решение проблем в одной сфере всегда требует решения проблем в смежных сферах. И всегда вот так разрастается такой полноценный механизм взаимодействия. И, конечно, Россия сегодня оказывает большую финансовую поддержку, и те проблемы, о которых мы говорили, они действительно решаемые. И мы будем надеяться, что средства выделяемые будут использоваться максимально эффективно. Как раз мы переходим к инвестиционной программе на 2013-2015 годы. Вы знаете, что комплексный план уже заканчивается. Есть фундаментальное различие между комплексным планом и инвестиционной программой. Комплексный план направлен на восстановление социальной инфраструктуры, прежде всего. То есть это социальные объекты. А инвестиционная программа – это программа развития. То есть она предусматривает интенсификацию экономического роста, восстановлению промышленных объектов. И мы будем надеяться на то, что вот эти средства будут использованы таким образом, чтобы в Абхазии увеличились рыночные стимулы, чтобы в Абхазии стало больше маленьких компактных производств, больше предпринимателей, больше активных людей, которые занимаются производством продуктов и товаров, и услуг. В заключении несколько хотел сказать вещей. И все-таки Абхазия – это небольшая страна. И для того, чтобы у нас добиться каких-то качественных изменений, которые были бы доступны всем категориям граждан, конечно, не обязательно ждать десятилетия. Именно учитывая масштаб страны. Достаточно и пяти лет. Пяти лет борьбы с коррупцией, пяти лет борьбы с бедностью и пяти лет поддержки малого и среднего бизнеса. Это первое. И второе очень важное. Конечно, очень важно, и, наверное, не стоит делегировать все задачи государству. Вот будущее страны всегда в руках ответственных граждан, в руках ответственной молодежи, в ваших руках. И очень важно осознавать какую-то персональную ответственность за будущее своей страны и каждый день или каждый месяц выносить свой вклад в ее развитие. А как можно внести вклад в развитие страны? Создать предприятия, заплатить налоги, создать семью, но это полегче. И, например, накормить бедных. И много тысячи других способов. И последнее. Вот для того, чтобы добиться всех этих целей, коллективных наших целей, для того, чтобы решить все эти масштабные задачи, очень важно, конечно, чтобы общество объединилось. Вы знаете лучше меня, что сегодня в Абхазии, насколько я могу судить, наблюдается какая-то такая политическая разобщенность, такая поляризация. И в ее основе, конечно же, лежит тривиальная борьба за власть. А можем ли мы себе позволить такой уровень разобщенности? Не можем. Потому что у нас нет самой большой экономики в мире, мы не Соединенные Штаты Америки, у нас нет ядерного оружия, мы не член Совета Безопасности. Можем ли мы сегодня позволить нашим политическим оппонентам пользоваться тем, что мы разобщены? Потому что, когда мы разобщены, мы слабее. И мы, как мне представляется, такого уровня разобщенности, как сегодня, позволить себе не можем. И поэтому надо объединиться. А на основе чего можем объединиться? На основе истории нашей, на основе победы в Отечественной войне и на основе возрождения традиционной абхазской морали, на основе возрождения Абсора. Особенно в городах. Я думаю, что, мне кажется, вот все наши молитвы должны быть направлены на возрождение Абсора. И я уверен, что именно тогда мы найдем в себе духовные силы идти дальше. И победа будет обязательно за нами. Спасибо. У меня такой вопрос. Как Вы думаете, есть ли необходимость контролировать вот эти ресурсы, которые поступляют в Абхазию? Общество недовольно тем, как распоряжаются этими деньгами в Абхазии. Счетная палата России, которая проверку проводила, она не говорила о том, что кто-то что-то украл. Она говорила о том, что средства используются неэффективно. Еще очень важный шаг в этом направлении это создание контрольной палаты в Абхазии, которая будет взаимодействовать со счетной палатой. И в этом взаимодействии будем надеяться, будет рождаться эффективное использование средств. Еще очень важно, вот Вы сказали, общественный контроль. У нас же есть общественная палата. Пусть она и занимается общественным контролем. Конечно, распоряжаться должны органы государственной власти Абхазии. Вот Вы говорили о том, что достаточно пяти лет, чтобы, скажем, решить многие проблемы с экономикой, с коррупцией, с социальными переменами и так далее. Но вот надо бы обосновать, почему именно пятилетний срок Вы отпускаете на решение всех этих серьезных проблем? На чем это основано? Я говорил условно, и здесь я опирался прежде всего на международный опыт. И когда вот страна маленькая, действительно, по основным параметрам, по территории, по населению. Ну, очевидно же, что не надо ждать просто двадцатилетиями, чтобы здесь что-то добиться. И чтобы качественно улучшить жизнь. Например, есть много примеров. Есть пример Сингапура. Утребляли выражение насчет глобализации. Хотим мы или не хотим, находимся в этом русле. Насколько она выгодна всем народам и государствам, а именно таким многочисленным народам, как мы, даже чуть побольше. Выгодно нам или не выгодно глобализация? И как нейтрализовать негативные последствия, которые она несет с собой? Да, спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Глобализация несет в себе не только негативные стороны, но еще и позитивные стороны. И вот этот баланс выгоды и сдержек для каждой страны он будет свой, индивидуальный. Но для Абхазии он пока, наверное, отрицательный. Потому что, ну, во-первых, Абхазия, она не интегрирована в международную экономику пока. Она интегрирована через Россию. И, кстати, была дискуссия, я помню, о том, насколько кризис мировой затронул Абхазию. Мне кажется, очень сильно затронул, кстати. И, кстати, одним из негативных следствий глобализации является перенесение экономических сбоев от одной страны к другой. Да? Вот перетекает. И экономика Абхазии связана с мировой экономикой через экономику России. Соответственно, мировой кризис ударил по мировой экономике в целом, затем по экономике России и через экономику России все это пришло к нам. Поэтому и вот негативные стороны глобализации, они, конечно, всегда будут иметь место, но в то же время есть позитивные стороны. Это то обстоятельство, что характер взаимодействия между странами меняется, страны все больше взаимодействуют. И, например, взаимодействие России и Абхазии это тоже, наверное... Спасибо, Инна Албасович, большое. Я думаю, что аудитория вела себя очень сдержанно, потому что они понимают, что это для вас непростая была задача сегодня выйти за эту кафедру, потому что за этой кафедрой стояли, уже прочитали лекции в формате нашей передачи. Многие маститы наши ученые и впереди, конечно, еще будут участвовать обязательно в нашем проекте. Это ваш лекционный такой дебют. Я надеюсь, что это принесет большую пользу не только нашей молодежи, которая была сегодня в аудитории, но и вам тоже лично. Для вас тоже. Я думаю, что это было определенным испытанием, уроком, но это очень хороший опыт, который, я надеюсь, в будущем используете в своей деятельности. глобальный мир и Абхазия, да, эта проблема очень большая, она совершенно непростая. Я думаю, что за одну лекцию осмыслить такую большую тему, это просто невозможно. То, что мы ее начали сегодня, я думаю, что это очень перспективно, и надеюсь, что эту проблематику в формате нашей передачи продолжат наши ученые в Абхазии. Есть хорошие специалисты в области экономической науки тоже, и мы пойдем по этому пути. Я буду приглашать их для того, чтобы мы вместе, да, вместе осмыслили поставленную задачу. Осмысление влияния процесса глобализации на ту или иную страну сегодня является одной из самых актуальных проблем вообще в мировой науке, в аналитике и так далее. Мы прекрасно осознаем, что глобализация объективный процесс, если это объективный процесс, то что же она нам несет, и что мы можем делать для того, чтобы ее использовать, если уже остановить мы ее не можем. Прежде чем завершить нашу встречу, я хочу вам привести в этой связи очень интересную цитату высказывания писателя Калинина. «Плохо знаю, что такое глобализация. Физики говорят, что она и то, и сё. Но уверен, что народу, разучившиеся хотеть и ничему путному не научившиеся, глобализация непременно разотрет пыль». Это была кафедра лекции на Абхазском телевидении. Спасибо большое. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»